Всем привет! Сегодня мы будем готовить раф-халва. Уже довольно популярный напиток, есть в многих заведениях, много разных вариаций. Мы сегодня покажем вам свою. Для его приготовления нам понадобится эспрессо, сливки, паста на основе халвы к собственному приготовлению и непосредственно халва для украшения. Из оборудования нам понадобится, естественно, комплект кофемашины, кофемолка, питчер, весы и барная ложка для перемешивания. Ну что, начинаем готовить? В самом начале возьмем нашу пасту и положим 40 грамм в питчер. Чтобы приготовить пасту, нам понадобится 200 грамм семечковой халвы, 200 грамм сливок, желательно от 20 до 30%, 100 грамм тростникового сахара и 20 грамм ванильного сахара для легкого аромата. Все это мешаем в сотейнике, блендерим и доводим до кипения на очень медленном огне, чтобы сливка слегка выпарилась и паста слегка загустела. Далее мы добавляем 180 грамм сливок 10% для приготовления объема напитка 200 миллилитров. Далее мы готовим эспрессо, нам понадобится одинарный, и добавляем его уже непосредственно в питчер с нашей основой. Эспрессо мы готовим на нашей фирменной смеси Бонд, которую вы можете привезти на нашем сайте. Добавляем наш приготовленный эспрессо в нашу основу для рафа, и слегка все дело перемешиваем, потому что паста густая, нужно довести все до однородной текстуры. Взбиваем нашу основу, как для рафа, как для капучино, на ту туру и пену, которая вам на больше всего нравится. Наш разбит, осталось дело за малым, перелить его в бокал. И слегка присыпать халвички для украшения и для аромата на первом носе. Наш напиток готов, любимая часть, пробуем. Такой очень сливочный, густой, халвичный. Благодаря тому, что мы используем не топпинги, а натуральный основу напиток получился максимально густой, обволакивающий. Он не приторный, он такой в меру сладкий. Ну, как у настоящая халва. Рецепт довольно простой, повторить его будет не так тяжело. Подробная его техкарта будет в описании к этому видео. Все необходимые ингредиенты, которые нельзя купить в обычном магазине, есть также на нашем сайте. Готовьте, пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. И пейте вкусный чай и кофе. Пока!